Мнение Украины извлекла урок из провокации в Керченском проливе. Радио Спутник мнение, Украина извлекла урок из провокации в Керченском проливе 9 часов 17 минут знак авторского права фото, инфоцентр Крымский мост птицы рядом с мостом через Керченский пролив. Знак авторского права фото, инфоцентр Крымский мост в Госдуме ответили на требования Берлина и Парижа по Керченскому проливу. Политолог Владимир Корнилов в эфире «Радио Спутник» прокомментировал ситуацию, отметив, что Запад не вникает в суть конфликта. Вчера, 19 часов 18 минут, политолог, Меркель и Макрон сымитировали участие в делах Украины президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель призвали Россию освободить арестованных украинских моряков. Политолог Алексей Мартынов в эфире «Радио Спутник» прокомментировал этот призыв. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал лидеров Франции Эммануэля Макрона и Германии Ангелу Меркель не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и следовать резолюции Межпарламентского союза о соблюдении этого принципа. Ранее Макрон и Меркель призвали обеспечить беспрепятственность судоходства в Керченском проливе и освободить украинских моряков, задержанных российскими пограничниками за нарушение газграницы. Говоря об освобождении украинских военных, Володин напомнил, что в отношении них идет следствие, а вердикт должен вынести суд, и призвал придерживаться единого правового пространства. Спикер Госдумы выразил уверенность, что Макрон и Меркель знают о недопустимости вмешательства в процесс правосудия. Володин отметил, что подобные заявления привлекают внимание в любой цивилизованной стране, и призвал тщательнее думать, прежде чем делать их. В эфире радио «Спутник». Политолог Владимир Корнилов прокомментировал ситуацию. То, что заявляют Меркель и Макрон, это очередное свидетельство того, что Запад особо в суть конфликта не вникает и не понимает, что свобода мореходства подразумевает все-таки и соблюдение неких правил. В конце концов, через Босфор и Дарданеллы у Украины есть право свободного прохода, но если украинские военные корабли попробуют пройти через Босфор, не предупреждает Турцию, как они пытались пройти через Керченский пролив, вы увидите гораздо более жесткую реакцию турецкой береговой охраны вооруженных сил. При этом мировое сообщество вполне нормально оценит действия Турции по защите своих границ. Поэтому, конечно, здесь чувствуется проявление антироссийских настроений, двойных стандартов, считает Владимир Корнилов. По его мнению, Украина извлекла урок из произошедшего. Я думаю, что Украина извлекла урок из последней провокации. Думаю, что все эти заявления Украины о том, что она пошлет туда в ближайшее время чуть ли не сто своих кораблей, непонятно, где она их возьмет, это не более чем бравада. И Украина впредь будет соблюдать все правила прохода своих кораблей через Керченский пролив, и без всяких инцидентов будет их проводить, как делала это раньше, отметил политолог. 20 декабря, 14 часов 49 минут член Об Крыма, провокации в Керченском проливе Киев добился лишь одного на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин прокомментировал провокацию Киева в Керченском проливе. Член Об Крыма Денис Батурин в эфире, радио «Спутник», высказал мнение, что украинская сторона продолжит накалять обстановку в регионе. Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении газграницы, все они отправлены под арест, в среду Верховный суд отклонил все 20 апелляций на арест моряков. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, связанной с низким рейтингом украинского лидера Петра Порошенко в преддверии выборов. Он также подчеркнул, что российские пограничники защищали государственную границу. 21 декабря, 15 часов 59 минут украинскому депутату море по колено. Тем более Керченский пролив желающие повторить провокацию в Керченском проливе решили подстраховаться пригласить с собой наблюдателей. Может думают, что нарушение границы под их присмотром уже не нарушение, а так прогулка или экскурсия.